Военные деятели Среднего Жуза Казахстан Аспанбатыр, род Абак племени Кирей Среднего Жуза, Аспанбатыр, Асманбатыр, Исламулы, Аусманбатур, 1899-29 апреля 1951 года, один из лидеров национально-освободительного движения тюркских народов в северном Синьцзяне, Джунгарии. Аспанбатыр родился в 1899 году в зимове Андикара Коктагайского района Алтайского округа Империйцын. Происходит из рода молки племени Абак Кирей Среднего Жуза. В 1940 году участвовал в казахском мятеже в Коктагай против губернатора Синьцзяна Шен Шицая. В июне 1943 года среди алтайских казахов вновь вспыхнуло восстание из-за решения властей насильственно переселить их на юг Синьцзяна, а китайских беженцев — на кочеве казахов, которое привело к созданию Просоветской Восточно-Туркестанской Республики, ВТР. В 1943 году в ходе встречи Аспаной с Харлогийным Чуайбалсаном ему были переданы тысячи винтовок, 20 пулеметов и боеприпасы для действий против Гоминьдановского правительства. Весной 1944 года Аспан увел из Синьцзяна на территорию Эминер несколько тысяч казахов, а к середине сентября 1945 года его отряды совместно с войсками Северного фронта ВТР полностью освободили Алтайский округ от Гоминьдановских войск. После этого Аспан Батыр был назначен правительством ВТР губернатором Алтайского округа и награжден Орденом Народного Героя Восточно-Туркестанской Республики. При этом Аспан вынашивал планы создания полностью независимого от ВТР и Китайской Республики Алтайского ханства, надеясь на обещания поддержки, данные ему Чуайбалсаном. Это вызвало озабоченность советского руководства, в частности Берия, который рекомендовал ему прекратить боевые действия против китайцев. Аспан же, сославшись на болезнь, оставил пост губернатора Алтая и вновь возглавил казахский отряд, ставший грабить не столько гоминьдановские подразделения и обозы, сколько кишлаки, контролировавшиеся ВТР. К концу 1946 года Аспан окончательно перешел на сторону Гоминдана, получив должность особо уполномоченного Синьцзянского правительства в Алтайском округе. В 1947 году Аспан принял участие во вторжении на территорию МНР Байта к Багдайском пограничном конфликте. После провала этой операции Аспан остался на стороне Гоминдана, и, после того, как в 1949 году части Ноак вошли в Урумчи и установили в Синьцзяне режим КПК, возглавил казахов в мятеже против новой власти. В 1950 году 19 февраля на горе Канамбол в местечке Макай, Ганьсу, Аспан Батыр попал в плен и 29 апреля следующего года был публично расстрелян в Урумчи. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Продолжение следует...